Начальник проделок от проекта заказчика Евгения Владимировича Андреева, который ведет уже теперь не процесс строительства, а процесс сдачи эксплуатации в лабораторию материал. Ну а дальше поговорим. Новому директору Межрагаза. С его приходом сотрудники Межрагаза стали доброжелательно относиться к людям, к нам, к потребителям, к жителям. И, как бы сказать, ускоряется процесс подключения домов, не затягивается. Мы вот наблюдали на протяжении тех годов, тех лет, когда был предыдущий директор, как бы сотрудники не заинтересованы были, не очень были заинтересованы быстрейшими подключениями домов. А сейчас ситуация изменилась к лучшему. Я вот так могу вам прокомментировать это. В феврале месяце мы побывали инициативную группу, удерживая на приеме, вот, и где была конкретно стабильная дана дата. В марте мы получаем тех условия второй очереди. И это Евгений Павлович подтвердил ему по телефону. Проходит март, проходит апрель. 12 мая мне пришло письмо от Окунева. Где написано, что он побил, где написано, получение тех условий на 20 июля. Ну, в мае месяце я через неделю получения письма позвонил в комитет ЖКХ и спросил, говорю, точно будет 20 июля выдаваться тех условий. Мне ответили, да, точно, у вас письмо на руках, точно, приходите. Ну, а я как меня выбрали народ, так сказать, помочь с газом здесь, похлопотать по второй очереди. Значит, я кого смог оповестил по телефону, кого-то встретил, и всех предупредил, что 20 июля мы идем получать уже железно тех условий, как мне пообещали. За неделю, 13 июля, я звоню в администрацию, и мне отвечает, по письму Окуневу звоню, говорю, мне Окунева, это я. Я говорю, подскажите, нам 20 июля получать тех условий, можно уже идти? Он мне отвечает, а я не знаю по вашему вопросу ничего, но я вам завтра перезвоню. Ну, правда, он молодец, что он перезвонил во вторник, вот еще был вторник, он перезвонил мне, это 14 июля, и сказал, что ваш вопрос опять откладывается. Приходим в газовый трест с Валентиной Семеновым 20-го числа. 20 июля, все-таки мы пошли по письму, пришли главному инженеру, он говорит, вы можете сдать документы, но мы вам пришлем отрицательный ответ, потому что мы этих условий по второй очереди не выдаем. А в чем дело? Потому что этот газопровод не принят, ведь. И на какой период отложилось это, мы опять не знаем, потому что все были рассчитывали на то, что 20 июля начнут продавать тех условий, мы все заинтересованы получить тех условий, проекты, а там, глядишь, и газ пустят. Я приношу извинения, что вам своевременно мой сотрудник не уведомил до 20 июля, но в ближайшее время, мы тут уже даты видим, у нас будет прогресс в этих отношениях, и надеясь, что то, что мы потеряли время сейчас, это вернется более качественным обслуживанием потом. Когда мы были у главного инженера, мы очень предметно с ним говорили, в чем проблема. Вот он показал три тома, три тома. Пригласили работников ПТО, они принесли эти три тома. И сказали, что документация в безобразном состоянии. Мы третий раз ее отправляем, третий раз. И третий раз опять нужно отправлять, потому что все сделано крайне некачественно. Сейчас мы будем в вторую очередь. Мы не можем ничего выбить. Там стоит подпись главы администрации. Вот смотрите, стоит его подпись. 20-го приходи. Мы знали, что 20-го ничего давали. Мне позвонили, мне сказали, я уже всех обзвонил, что не надо подпись. Мне сказали, в будущем весны и не ждите. Хочу сказать, что ту техническую документацию, которую, возможно, вам показывали, невозможно, а показывали, в Кингисепе «Жайгаз», старое название называют, они же «Газпром» за распределение филиалов по Кингисепскому району, разрабатывали не сотрудники администрации и не сотрудники службы заказчика. Разрабатывали эту техническую документацию исполнительную подрядчики, это ООО МСК «Масштаб» город Псков, которые по аукциону выиграли этот аукцион, право построить. В обязанности их входило составить, в том числе, дополнительную документацию. И во многом задержка произошла, я бы сказал, на 99%. Это в том, что были в их работе, в ходе приемки, обнаружены неточности, как при производстве работ, так и при составлении документации. Евгений Владимирович, пожалуйста. Мы обратились за получением документа в эксплуатирующую организацию, чтобы они подтвердили правильность строительства. И на этом этапе как раз были выявлены все замечания, которые подрядчик с декабря месяца начал устранять. Фактически замечания устранены были 23 июля, о чем мы сообщили генеральному директору филиала с направлением письма о выдаче, о подписании акта, законченного строительством объекта. Вот с этого момента можно считать, что газопровод фактически построен, лежит на месте и все соответствует проекту и всему остальному. 25 июня была проверка повторная, в связи с тем, что за время строительства сменилось 3 инспектора в Государственном строительном надзоре. Это тоже немножко притормозило в момент сдачи. 25 выписана нам, точнее не 25, а проведена проверка. И 22 июля нам выписан акт с замечаниями в количестве 9 штук и сроком устранения 17 сентября. То есть до 17 сентября, может раньше мы устраним замечания, получим заключение о соответствии построенного объекта. И вот с этими документами мы идем регистрировать объект. Объект уже считается, ну фактически зарегистрированным будет считаться. И вот он, можно с ним дальнейшие мероприятия проводить и по отпуску газа, и по врезке действующих газопроводов. Ведь мы не от какого-то злого намерения всегда ставили более ранние сроки. Мы все время подгоняли тем самым масштаб и наших коллег, чтобы быстрее состоялось то, о чем мы с вами все говорим. Первое, это выдача тех условий. Вот, наверное, подтвердите, что я был у вас в феврале-марте этого года, потом в мае мы встречались, или в июне, Юрий Капидонич, когда у нас был протокол? Протокол 22 апреля, да? 22 апреля. 22 апреля мы встречались. Да, речь шла о том, чтобы мы просили филиал как можно раньше начать выдавать технические условия, чтобы запроверить процесс ввода в эксплуатацию и регистрации объекта с процессом проектирования. Что такое проектирование? Это вы, получая тех условий, заказываете проект для того, чтобы закупать самим или с этим оборудование, начать производить какие-то работы. Вы прекрасно понимаете, хотите уже в эту зиму жить с газом, прекрасно понимаете. Поэтому мы просили филиал начать это делать. Но они категорически сказали, пока замещание не устрадите, может, потому что это, как правильно сказать, в других местах филиал межрайонный, не только Кингисеппийский район, при нем, ну в Кингисеппии может быть нет, в других районах области уже были такие случаи, когда такие стройки затягивались на годы. Тех условия выданы, и они в результате не реализованы. Вот когда уже филиал успокоился, говорит, да, все мы видим, все состоялось, остается чисто формальная сторона зарегистрирована в рекламе. Там уже никакие технические вопросы, их, условно говоря, не беспокоят. Администрация, она не является собственной, пока газопровод не оформит, собственно, это первое. Второе. Значит, собственная газопровода может, значит, кого-то кому-то дарить, тоже чить. В данном случае, если нам администрация порочит выдавать эти условия, то если у нас будет письмо, то мы этот вопрос рассмотрим, потому что техническая часть состояния газопровода у нас удовлетворяет. То есть мы, в первую очередь, отвечаем за безопасность, за вашу. И все наши замечания, какие мы выявили, значит, они практически устранены. Остались только технические мелкие замечания, которые выявил, как называется, Северный господинозор. Пока Федерация или регион не зарегистрируют право на светофор, электрики электричные не дают, газовики газ не дают. Мы всегда сталкиваемся с тем, что процедура регистрации, а перед этим вводы в эксплуатацию, она длинная. Работы выполнены, как вы слышали, в ноябре. А вот эта вся бумажная волокита, ну такое, извините, у нас дело производства поставлено в государстве. Процедуры регистрации. Потому что, когда мы зарегистрируем, рано или поздно, ну хорошо, ведь смотрите, что дальше ждет нас вами. Вы обратились за тех условиями, получили, обратились в какую-либо, наверное, в эту же, может быть, организацию, позже, поясню почему, разработать проект. Они разрабатывают проект, несут в экспертизу. Экспертиза рассматривает его, дает положительное заключение. Это время, блящаяся, да, вот процедура. За это время мы зарегистрируем уже этот газопровод. Да, и к моменту выдачи положительного заключения в экспертизе будет свидетельство о собственности. Я прекрасно, как бы, понимаю их точку зрения. Они говорят, мы не были уверены, что вы полноценно справитесь с теми замечаниями. Потому что, я говорю, были случаи в других местах, где этот процесс затягивался на очень длительный период. А люди потом приходили с тех условиями. Эти условия выданы. Давайте. Они говорят, что нашу газопровод не объявляет его. Эти жители Заречья. И мы тоже хотим газ. Это четвертый. Ну, пусть он будет четвертый вопрос, я не знаю. Но мы тоже хотим. В области 30 августа 2013 года, 30 августа 2013 года, об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета. Здесь указаны категории лиц. Я могу повторять, могу нет. Вы, наверное, знаете. И общие условия, какие у нас идут выплаты. Это 110 и 140 тысяч рублей ограничена сумма, которую оплачивает, получается, область для льготной категории 140 и 110 для нельготной. Это часть идентификации домов федеранов Великой Отечественной войны и умение затрат на работу по строительству газопроводов водов и монтажу внутридомового газооборудования. Это часть такой. То есть, ну, изменения незначительные, но они касаются в основном ветеранов Великой Отечественной войны. Есть данные случаи суммы, в случае выполнения работы включения у них в домах, увеличившими со 140 до 300 тысяч рублей. Я вам передам, пожалуйста, посмотрите, вот новое изменение, которое вышло буквально месяц назад в свет, это, которое еще увеличили субсидии для отдельной категории граждан. Они как бы правильно рассчитывают, но единственное, у них увеличится срок. А с чем это связано? Это связано с тем, что вот раньше было по 282-го постановления, мы должны были построить сначала внутренние газопроводы, а потом только принимать и выдавать документы на проектирование наружного газопровода. Наружный газопровод проектируется, проектируется, затем он проходит экспертизу, после этого он возвращается к нам, мы приступаем к строительству, деньги никакие ни на что не выделяются. Мы приступаем к строительству, строим, и только после того, когда мы пускаем газ, когда Петербург, регион ГАЗ, это другая организация, за которую люди деньги платят, в которой люди деньги платят за газ, когда она дает справку правительству, что в такой-то абонент газифицированный газ пущен, после этого только деньги из правительства переводятся к нам. Получается, все наружные газопроводы субсидийные, получается, что вы как бы заплатили и хотите эти деньги вернуть. Но как бы у нас, на данный момент, может быть, они уже и пришли, эти деньги, но они пришли только после того, как мы газ вам пустили. Это то есть, чтобы вы правильно понимали. Мы присели за круглый стол, чтобы максимально, уж честно, проговорить. Потому что с больших трибун вещают одно на ниже уровне, говорят другое, а по факту получается ответственность. Вот смотрите, у нас с вами плечок очень, так назовем, короткое, до правительства. Буквально позавчера я был на совещании, где выступал губернатор. Можно было отойти к сторонам, когда он там общался, и какие-то вопросы задать. Регулярно, раз в неделю мы бываем там, то я, то Олег Евгеньевич, Евгений Владимирович в правительстве. Вадим задает от вас вопрос, но нет, не раз, я уже так. То есть вопрос о том, что как-то не работает выплата субсидий, мной был задан неоднократно. В сумме. Так, в сумме. Я не вижу по своим документам, чтобы это не состоялось. Смотрите, куча районов, куча людей там, заявок. Какие-то суммы миллионы называют. Вот десятки людей проходит. То есть процесс идет. Где-то может быть потерянное время и те сроки, которые мы... Ведь мы пытались побыстрее все завершить. Но видите, из-за, извините, этого подрядчика масштаба, да, пришлось пробуксовать на месте. Перед последней темой нашей собрании, перед данными строительства в Заречье, в Левобережье, давайте договоримся, есть ли смысл или эффекты таких встреч? Смотрите, вот, Дина Семеновна, Вадим, Дина Гурлян. Есть ли смысл в сентябре или в августе, когда мы соберемся, может быть, еще кого-то пригласим в садение? По протоколу, который сегодня специально... Рядя в глаза друг к другу, мне кажется, проще общаться. Смотрите, я готов с вами общаться всегда. Мы на работе бываем регулярно, за исключением поезда в Санкт-Петербург и по району. И, пожалуйста, рабочая встреча в любом составе, в моем кабинете, или здесь, с Вадимом, там, как угодно, да, без... Пожалуйста. Я хочу сказать, что у нас по протоколу, который Паласич Каретин организовал приемный губернатора, было написано «Октябрь». Если, ну, так вот, реально посудить, в октябре уже будет все предельно понятно. Мы, надеюсь, зарегистрируем, да, Евгений? Октябрь, что у нас там? Ну, если мы не получаем, то мы уже, надеюсь, сдадим в регпалату, и нам ничего не помешает это сделать. И к тому времени будет понятно с выдачей тех условий, сколько людей обратилось, сколько их выдали, и как идет процесс. Давайте вот, на самом деле, по этому протоколу мы уже не в таком формате, а в формате приемный губернатора, да, газифицировать все микрорайоны города Кингисеппо. Какой звонок бывает раз в жизни. Дальше прошла кропотливая работа. Евгений Балыч, а вот такой у меня вот еще частный вопрос. Вот ты не боишься, вот часа 15 домов начнут строить. У нас нет ни одного пожарного гидранта. У нас нет ни одной лужи, где брать воду. Нужны пожарные гидранты. Тогда тот же самый Гаенко должен запросить у Комарова, у Доканал, прошу выдать тех условий на устройство пожарного гидранта. Он выдаёт, кто-то проектирует, мы помогаем, запроектируем, построим, и опять-таки, то есть обеспечение пожарной безопасности в области комитета. Пришла сюда, здесь посмотрели, сказали, да, у вас нет. Но если вы будете тянуть оттуда или отсюда, то, пожалуйста, ну, то есть это я за свои деньги должна еще... Заявление нам оставьте, мы пишем письмо, Олег Евгеньевич, мы пишем письмо, прошу тех условий выдать, Кингисепин Жагаз, прошу выдать тех условий конкретному потребителю, то есть у нас был перечень улиц и домов, которые мы в свое время составляли. Если мы что-то, ну, жизнь не учли, сейчас включаем это, вы выдаёте тех условий. Когда вы, извините, увидели актуальность, что там очень много, будем думать, как разрулить. Или мы построим муниципальный газопровод, или экономика позволит вам на общее основание подключиться. Бюджет Кингисепского городского поселения таком, что мы не можем все везде сразу решить. Согласитесь, это в бытность депутата Вадима Федорова, так много проведено работ по микро-южному. И, кстати говоря, у нас, сразу признаюсь, лежит, что как в деле находится, 8 улиц нужно отремонтировать. Я это знаю. Дорожное покрытие. Дорожное покрытие. И помню, две улицы по вам, по Партизанская и Лесная. Сметы служба заказчика уже разработала. Вопрос только, мы сможем выделить эти средства из местного бюджета или нет. Дорожное слово, граждане. Значит, просьба к вам и по сарафанному радио, что называется, передайте соседям. Копать без разрешения нельзя. Особенно вне границ своего земельного участка. У нас масса случаев есть, ну, в месяц раз примерно, в два месяца, когда кто-то нарушает и начинает где-то копать. Потому что, я еще раз напомню, существует у нас порядок. Служба заказчика в лице директора Зайцева Алексеевича выдает разрешение. Перед этим он опросный лист посылает во все сетевые организации, газовикам, электрикам, вода, тепло, связь, всем. Дороги, это муниципальная собственность, сам Зайцев за этим смотрит. Музыка